Добрый день, друзья! Евгений Гордеев из Смоленска со своей поэмкой маленькой Василиса, посвященной Василисе Власевне, кожаной партизанке войны 1812 года, которая жила в то время в хуторе Горшкова Сычевского уезда Смоленской губернии. Итак, Василиса. Война, она всегда война. На ней не просто умирают, на ней жестоко убивают, и грабят все, и разоряют, в полон и рабство угоняют, насилуют, дома сжигают, и миллионы душ терзают. Война, она всегда война. Был грозен план Наполеона Россию под себя подмять, Великой армии колонны текли рекой, и потрясенно, и с ненавистью затаенной, бредя из деревень сожженных, и крова, и еды лишенной, на них глядел и стар, и млад. Казалось, нет на свете силы, чтобы француза одолеть, что не минует русских смерть, и сдаться бы врагу на милость. Пылала павшая Москва, тащились беженцев обозы, текли по лицам скорбным слезы. Так вот, итог Бородина. Но вот уже бежит француз из этой страшной, непонятной страны, простором необъятной, грубые манеры, где и вкус, где нет дорог, но есть сусанин, где страшен генерал Мороз, кусающий французов в нос, вместо карет, телеги, сани. Вот фуражирные отряды пошли по русским деревням, и мародеры были там, и им сердечным кушать надо, стучались в окна. Шарами! Пошло отсюда шаромыжник. Но мы их не клянем облыжно, были и добрые умы. И вот, на хуторе Горшкова, Сычевского уезда знать, пришли французы, право, слово, еду и одежонку взять. Все подчистую отобрали, картошку, кур, свиней, зерно, и сколько бабы ни кричали, они и зипуны отняли, салопы бабии заодно. Их было много, злых, голодных и с неухоженным лицом, забывших о салонах, модных, нечающих увидеть дом. А локоток-то был, так близок, да укусить не удалось, взлетели ввысь, да пали низко, от этого и вся их злость. Вот к старости во двор ввалили, выходит Дмитрий на крыльцо. Непрошенных гостей мы врыло, не встретим хлебом да сальцой. В плечах его, косая сажень, грудь тоже, что твои меха, эй, не замай, а то покажем, как голь мужицкая лиха. Жена упорно в хату тянет, по лавкам пять детишек там, а он, пускай француз отстанет, я нихрена ему не дам. Тут офицер, играя с саблей, ему сказал, пардон, моншер, но что такое, пусть отстанет, и что по-русски значит хэр. А вот французишка, что значит, и тащит из сеней топор, по вам топор давил и плачут, коротким будет разговор, и на врага сверкнула сабля, расстался Дмитрий с головой. Тут Василисушка по бабе, в михов давев, подняла вой, ой, моего сокола убили, одной мне век-то куковать, ай, мне на мужненной могиле хотя б зеленой травкой стать. Под этот плач слетелись к хате все хуторяне, как птенцы, и стали горе горевать, а те французы-подлецы ушли поддали от гнева, награбленное унося. Но мести прорастут посевы, ведь сказка далеко не вся. Пришла пора про Василису вам хоть немного рассказать, годков ей было вроде тридцать, а может статься тридцать пять. Мощнее мы бабы не встречали, ей силиши не занимать, стога на вилы поднимала, чтобы их в синник перекидать. После убийства мужа стала ей жажда мести жить мешать, не для того детей рожала, чтоб без отцовщины назвать. Вновь незатянутые раны ей сердце стали бередить, когда решили хуторяне, что ей и старостихой быть. Вот Василиса в день девятый собралась мужа помянуть, но французы снова тати, вороней стаей тут как тут. Гостей незваных привечают, сажают кругом за столы, меда по чаркам разливают, хотя на мародеров злы. Царит хозяйка Василиса запоминальным тем столом, на ней из серебра маниста, но гложет мысль «Сожгу живьем!» И невдомек одним французам, что отмечают мужики, питья залейся, яств от пуза, спросить же как-то не с руки. Размякли от наливок гости, заговорили про лямур, узнав, чего французы просят им, Василисушка, «Тузжур!» «Но надо все допить,» сказала, «Пока ж вы, шельмы, не удел!» Ей лезть из-за стола мешала гора их пьяных тел. Когда французики уснули, повыпив, что смогли, крестьяне колом дверь приткнули и хату подожгли. Осмнадцать тел золою стали без почести и наград, а за греки, что совершали, пошли их души в ад. Тут Василиса обратилась ко всем, кто с нею был, «Не уповайте вы на милость враждебных темных сил!» Идем в леса, и супостата нещадно будем бить, топор с косой, все, что нам надо, чтоб Родине служить. И в лес со свекром и свекровью и с детками ушла, чтобы отомстить французской кровью за все эти дела. За ней ушли все хуторяне в тот волковский дремучий лес, и миру показал крестьянин, что означает слово «месть». Пришли к ней Слевшина, Ходькова, Свистаева и Дугино, вели последнюю корову, раз партизанить суждено. Мстя за разрушенные хаты, убийства, грабежи, озор, за гибель русского солдата, за жен и дочерей позор, за то, что матушку Россию попрала ворога нога, крестьянин русский, не жалея, бил ненавистного врага. И партизаны Василисы не знали жалости к врагу. Ему покой лишь только снился, и в грязиль осенний на снегу, со страшным гиконем и свистом из скрытых тщательно засад в огневе бешен и неистов мчал на врага ее отряд. Сама она, простоволоса, сидела по-мужски в седле, показывая, нынче косы нужны не только на селе, ударом вил коня сбивала, а взмахом молнии косы француза тут же убивала. Пощады лучше не проси. Однажды офицер плененный ее не выполнил приказ, и тут же пал косой сраженный двадцать восьмым он стал как раз из тех, что старосты рукою в мир переправлены иной. Случалось, правда, и такое, что Василису другой обласкан был по-человечьи. Накормлен, лечен, обогрет, одарен зипуном на плечи. А почему? Кто даст ответ? Да просто все. Нам уже Диму. Он был разительно похож. Коль видел первого, то мимо второго просто не пройдешь. Такие же с разлетом брови и кольца русые волос, как будто с ним убитым вновь ей нежданно встретиться пришлось. Спасенный, видно, был богатым, и до Парижа добравшись, перевез ей в дар мешок со златом. Так что на всю хватило жизнь. Пришел Кутузов бить французов, и не его вина, что лег на сердце тяжким грузом тот день Бородина. Не все, конечно, понимали, да просто не могли. Зачем Москву французу сдали, зачем ее сожгли? Денис Давыдов, как-то в Ставке, свой делая доклад, сказал Кутузову, на лавках крестьяне не сидят, и рассказал про Василису, французов всех грозу, поднявшую крестьянство снизу, и про ее косу, и про Просковью кружевницу, что, защищая честь, от шестерых смогла отбиться, убив троих. Унесть от ней смогли лишь трое ноги, оружие побросав, кляняя российские дороги и позабыв устав. Французы довели Анфису до смертного греха, убив при ней отца девицы, а также жениха. Кошмаром для французов стала та девица-краса, отвил ее, их не спасали ни шлем, ни кироса. Кутузов слушает, с задором его сияет глаз. Народ противнику и вору всегда разгон задаст. А как мне с этой Василизой устроить рандеву? Хочу воочию убедиться, проверить ту молву. И вот она уже за полночь шагнула из дверей, сам Михаил Илларионович целует руку ей и молвит, мне б таких вуланы, к Матвею в казаки, к Денису тоже в партизаны, а баба кулаки свои тяжелые сжимает, да я и так их бью. Там командир себе самая, на этом и стою. О подвигах ее узнала бескрайняя страна, она серебряной медалью была награждена, а к ней денежки полтыщи сам царей отвалил. Не зря Кутузов Голенищев в ту ночь с ней говорил. Рождение даты нет и смерти в веках потерян след, но в памяти людской, поверьте, он не утрачен, нет. Картин лубочных героиня, молвы людской сюжет, отчизны нашей берегиня от иноземных бед, художникам Смирновым писан большой портрет ее, на нем живая Василиса пред нами предстает. В Сычевке и в самой столице есть улицы ее, в чеканных на монетах лицах ее мы узнаем. Есть фильм прекрасный Василиса, статей о ней не счесть, есть знак на вроде обелиска, теперь поэма есть, в ней дух поистину народный врагу не одолеть, порыв святой и благородный за родину родить. Взошла навеки Василиса на этот пьедестал без стабили о рангах, снизу легенды русской став. Вот эта книжечка Василиса Моя Василиса вышла в нынешнем году, в 2017 Нигде, конечно, ее купить нельзя, кроме как, обратившись ко мне, в основном не в основном, а вообще-то дарю. дарю всем безвозбезда. Спасибо, что вы выслушали эту поэмку, спасибо, что были со мной, удачи вам, мира и благоденствия, храни нас всех Господь. С вами был Евгений Гордеев со своей поэмой Василиса. Спасибо. Спасибо.